Неблагополучно и в Яловенском районе, где введен красный код, а школы и церкви перешли на особый режим. В то же время полиция усилила меры против ковида в общественных местах. С начала марта в районе зарегистрировано более 6100 заражений. Яловенский район находится на четвертом месте по количеству инфекций среди населения. С начала пандемии там жертвами вируса стали 132 человека. Спре ненороку нашу, ны aveм терапия интенсива, referitor на это ны aveм апарате лето дывентиларе. И мы не будем тратать нам на те, которые тратим тратим на межлощи, не с боли сверху. Ны aveм сейчас три омени, три персоны, которые сгравы, которые у них нет дывентиларе, из-за недостатка мест в больницах было принято решение ввести более жесткие меры. В школу вернулись только ученики начальных и выпускных классов, но не более 20 человек в классе. Остальные занимаются онлайн. Запрещена организация публичных мероприятий. А до 1 апреля и службы в церкви будут проходить без прихожан. По большей части люди меры соблюдают. Видите, портам маски, мереу не дезинфектам манели, respectам дистанция socialа. Вольфи, которые требуют с дэйсамак, мы в опасности. И не требуем с глумим, что эта болезнь, что это очень опасная. У нас очень страшно, люди, даже здесь, на банке, люди говорят, что они не нравятся, что они делают. И все не видят, что они не знают, что они знают, что они знают. Сестер, это страшно. По мнению властей, главный источник заразы остается в общественном транспорте. Полиция в районе усилила меры по контролю и информированию населения. Мы получили такие транспорты. Когда мы уйдали на первое видение, мы ходили все на шкаун. Когда мы его открыли, мы их дали вниз. Такие люди физические, какие люди юридические, которые вкладывают правительные комиссии на санкции публичной, это санкциональная санкция. Для человека физики может быть запрещена 2.000 леи до 25.000 леи. Людей призывают покидать свои дома только в случае крайней необходимости и избегать многолюдных мест. Хотя ситуация тревожная, на всей территории Еловенского района в трех населенных пунктах эпидемситуация благоприятная. В селах Ханска, Карбуна и Варатик. Дети ежедневно посещают учебные заведения. Продолжение следует...